всех приветствую на своем канале это обзор будет посвящен другой части моего гардероба весенней одежде без верхней одежды там платье еще какой-то костюм вот еще что то то что я подозреваю кто-то очень ждал ну по моему ждали еще вообще летний обзор но летний обзор наверное будет или ну не знаю или сегодня или завтра как получится по времени в общем так как у меня в основном обзоре будут платья и я не знаю как вместить саму себя в камеру при этом положении сидят то я попробую заснять себя в зеркале заднего вида которая есть у меня в комнате почти в полный рост у бабушки в общем если вам интересно это видео то оставайтесь со мной в общем есть у меня вот такое платье полосатая я не знаю видно тут вот с такими пуговочками вот здесь еще на плечах пуговки но она по-моему это хлопок стопроцентный и я его покупала года три наверно назад на лайки я уж не помню почем оно там было но допустим когда градусов но 18 и не сильно жарко то вполне мне можно ходить весной и при этом без всяких там поверх них можно я думаю с капронками можно думаю без них чем вот тут у меня тапчики которые покупала ну чуть меньше месяца назад кожаные я решила что на все таки наверное не в тапочках домашних а в чем-то таком в чем на улице ходишь всем такой не немножко странный формат видео будет я просто не знаю как еще по-другому показать этого это очередное платье его тоже покупала на лайки не знаю может быть это тонкая шерсть может еще что-то но какой-то очень хороший натуральный материал я попробую вот и вот этот ремень так не знаю как бы это так сделать вы видно было в зеркале получается я его называла зеркало дальнего вида там у меня сзади еще видно наложена моя одежда которая тоже будет в обзоре в общем ну в общем она шла с этим ремешком но я ремешок таскала не только этот у меня есть еще два варианта которые мне потом пришли в подарок слайда я думаю что они вполне сочетаются и с этим платьем можно носить еще с какими другими я щас их вам продемонстрировать или мешки вместе с этим платьем такой ремень с цветочком он вообще закрывается сейчас покажу там буквально на такую кнопочку довольно интересный вот он вот такой и вблизи тут в общем на заявлено что кожа но я не очень разбираюсь возможность конечно и не кожа но довольно мягкий на ощупь и приятный и я думаю он вообще подойдет вот так вот еще чем-нибудь его можно носить ну и тут естественно куча дырочек я хотел сначала сделать обзор отдельно этих поясов но оказалось что у них не настолько много как допустим платочков поэтому решила их просто соединить с платьем а и вот очередной пояс тоже я не знаю как приблизить 5 видно мою кучу барахлам которая будет эта одежда следующая я пожалуй просто сниму он такой довольно утягивающий я думаю подойдет и тем кто чуть потолще меня просто такой довольно широкий тут вот вот он и на резиночке и сзади у него такие две кнопочки вполне интересный такой тоже он мне в общем пришел в подарок сайта на этом больше не заказывала уже мне в принципе много такого барахана там довольно качественная одежда и аксессуары правда не знаю как сейчас но ничего такое вот у меня тапочки допустим производителя велелин как раз у меня были первые джинсы этого производителя но их не вот в обзоре потому что они уже немножко так сказать в них можно ходить допустим по городу там допустим в какой-нибудь сад или на дачу или просто по дому они слегка вытерлись но довольно хорошие были во я узеркал это платье я заказывала в тени диле то тонкая шерсть материал очень хороший но мне можно зимой ходить допустим под чем-то и можно просто вот весной сейчас куда-нибудь все это тут резинка я натянула на самом деле она и периодически вот так вот его можно носить в общем двумя способами и практически совсем короткая вот она идет вот такой какой-то полу кофточкой юбочкой да и можно носить как я до этого натягивала но когда я вот так делаю у меня практически ну очень короткая юбка получается но мне очень нравится вот но такое вроде как вообще покупала на те недели там называлась русские мотивы там было точно такой же только белая в общем белый материал вот такой же рисунок но и девушка была в таких валенках и ушанки видимо китайцы так представляет русских людей вот такое платье не знаю попробую сейчас как-нибудь повернуться все это надо как-то уже придумать куда ставить камеру чтобы в таких случаях снимать и было и нормально видно с двух сторон но я пока не знаю если честно куда ее ставить так потому что попыталась на пианино получается что я где-то так ну вот здесь меня где-то так вот на уровне этого места получается снять деле это синие платье сейчас попробую вот так вот тут тут цвет такой может не совсем передает это темно-синий цвет и может быть я просто попробую в нем засняться еще сидят затем сейчас компьютером своим я обычно снимаю у него был черный тонкий пояс вот здесь вот такие эти дырчики под него но в однажды я разбиралась о шмонках на лючат такое непонятное какая-то ручка от сумки решила выкинуть потом поняла что это был пояс он немножко поломался там что-то расслоилась у него здесь у меня закрытый город но я сейчас перейду в комнату и попробую заснять его чтобы было просто видно вот я в этом платье и вот у него такой вообще он такой большой довольно воротник его можно зимой носите но тонкая тоже такая шерсть вязаная не знаю это вискоза не вискоза но что-то такое в общем натуральное я точно не помню то ли мне ударил грещук то ли мне ударила родня но я в нем чаще всего хожу на какие-нибудь наши семейные банкеты когда вот собирается вся родня и так очень много людей и я его деваю потому что моей тете она нравится и в принципе всем она такое нравится все эти обычно комплименты выдают что хорошо выгляжу и я надеваю это платье вы час его одела без пояса просто в принципе я могу какой-нибудь там сунуть но что то я пока решила не что пусть она так пояс был черный узкий может быть я потом все отдельно специально куплю какой-нибудь такой черный узкий пояс и сейчас я перейду опять в комнату потому что мне опять там что-то такое в полный рост вот на самом деле это пиджак и маленькое черное платье литр black dress так сказать у меня даже у меня есть маленькое черное платье это костюм с последнего звонка в одиннадцатом классе я очень редко носил это черное платье пиджак носила чаще отдельно с чем-нибудь но и она у меня лежит есть не площадь точнее висит на вешалке про него стабильно забываю и родня периодически вертон ничего такое типа чё-то его не ночь на конечно опять забываю как раз вот на такую погоду когда вроде не жал не сильно жаркой не очень холодно ну денег градусов 18 так сейчас я это попробую показать а потом уже просто в этом платье не знаю меня стрельки зрители про хочется на камеру мы же мне это лапа как обычно дрожит но я наверное все таки сниму этот пиджак и после паузы уже покажусь просто в этом платье вот это я вот такое вот платье выше колена там подъемник какой-то потом она такой не знаю драпа вали что-то такой довольно такой пилотный материал со змейкой где-то ну до конца спины точно это змейка идет принципе интересно и вообще не знаю чего не нашло вроде такое платье вполне себе ничего вот такой пиджак но она очень теплый довольно смысле не сказать что очень но он где его дело мне чуть-чуть пощипывает он из какой-то там шерстяной ткани кстати черное платье оказалось стопроцентный хлопок как я глянула брюки но и там топик вообще на самом деле брюки сшила 12 лет назад у одной парнике но она сделана совсем так как я хотела потом она конечно чуть-чуть перечела но я что-то их носить стало только в этом году у этого был еще брюки но некоторые много кушают так сказать в общем люди года три назад пришлось утилизировать а вот пиджак остался ну и тут карманы обмана я сейчас подумала что его вполне наверно можно носить тем черным маленьким платьем там на самом деле у меня еще топик и я сейчас просто покажусь как это выглядит все топик вот стойки но вот столько вот наверное коротенькие такие рукава шерстяной не знаю было на меня однажды в обзорах каких или нет но вот такой вот прикид и тут вот пупу легкая не должны предполагались вообще быть натальну на бедрах и брюки но получилось что я не совсем поняла видимо мой намек но и они такие широкие довольно все видно ну и там совсем чуть-чуть уже осталось этого барахла и синего тем брючный в котором я встречалась с аленкой фотоаппаратом не разряжается поэтому обзор летних шмоток я пожалуй перенесу на следующий раз тому же мне так довольно рано вставать ну и вот он тут такой же топик вообще здесь пуговка остальные они как бы скрыты вот так вот там я не знаю вот и видно я нанесу сейчас вот вот эта пуговка ну и он тоже с обманными карманами хотя на самом деле очень люблю кармашки но кармашков тут нету попробую вот так вот он в том же в топике не такие типа классических брюк личный костюм у меня тоже очень долго висел я кажется вообще его не одевала ни разу пока вот недавно обнаруживала смысл его висит и висит есть не бросили думаю фига себе у меня такой классный брючный костюм и чё это его не ношу ну в общем вот такой у меня был обзор зеркальный и если вам был он чем-то интересен полезен но я подозреваю что все-таки выполнила хоть один запрос хоть одному он был полезен потому что были запросы на обзор мои моего гардероба то я очень рада но и до новых встреч пока